На пороге зима. Вода в водоемах потемнела и начала покрываться льдом. Однако он до наступления устойчивых морозов не прочен. Но каждый год люди и самое страшное – дети, пренебрегая мерами предосторожности, выходят на неокрепший и непроверенный лед и подвергают свою жизнь смертельной опасности. Период ледообразования – довольно опасное явление на водоемах. В это время в группе риска находятся дети, оставленные без присмотра взрослых, рыбаки-любители, охотники, водители транспортных средств, а также граждане, которые, пренебрегая правилами безопасности, выходят на неокрепший и непрочный опасный осенний лед. Становление льда на водоемах происходит неравномерно. Если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом – с легкостью проломиться. Первый лед очень коварен и выход на него категорически запрещен. Хотелось бы обратиться к жителям городского округа Электрогорск с просьбой, что в связи с осенне-зимним опасным периодом у нас еще на водоеме тонкий лед. В связи с этим в администрации проводились ряд мероприятий, такие как организованное патрулирование к водоемам, также с образовательными учреждениями проводятся профилактические беседы, распространяются памятки. Также приблизены у нас маршруты патрулирования сотрудников МВД и ГИБДД на это внимание. И также хотелось обратиться к родителям особенно. Будьте внимательны, пожалуйста, от них не отпускайте, детишек на водоемы. Это очень опасно для жизни. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водно-растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые были покрыты слоем льда. Хотелось еще обратиться к рыбакам. Тоже очень рано выходит на лед, начинают подледную ловлю заниматься. Также у нас подготовлен проект постановления главы городского округа Литрогорск. Министерство Олеговича Семенова о мерах обеспечения безопасности на водоемах городского округа Литрогорск в осельный зимний период в 2018-2019 годах. Кроме этого, администрация привлекает к патрулированию водоемов городские общественные организации. Пользуясь случаем, поблагодарить наших активистов, волонтеров, общественников, принимающих участие в данной акции «Тонкий лед». Это общественное объединение многодетных семей «Родное гнездо», волонтерское движение «Капитошка», военно-патриотический клуб при лицее «Честь имею», нашу народную дружину городского округа Литрогорск, ну и, как всегда, неравнодушных казаков, которые в свободное от работы время приходят сюда, не по форме, конечно, потому что это не праздничное мероприятие, а это мониторинг, профилактика. Все данные организации и люди, участвующие в данном проекте, в данном движении, следят за тем, чтобы дети не выбегали на «Тонкий лед», предупреждают подростков, что «Лед еще не установился». Участники данных организаций знают, что в случае чего надо звонить по телефонному номеру 112, знают, какие действия надо предпринимать. И, кроме того, раздают памятки по ведению в зимний период на льду и принимают, скажем так, личное участие в профилактике дома, в семье, на работе.